Добрый день, уважаемые подписчики! Сегодня у меня автомобиль Ford Ranger 2007 года выпуска двигатель 2.5 турбодизель механика, полный привод пробег на автомобиле 328 тысяч километров заменю на нем нижние шаровые опоры поднимаю автомобиль снимаю передние колеса поднял автомобиль снял колеса здесь немножко расшплинтую гайку попробую пистолетом открутить головка на 36 без вопросов привод ходит замечательно откручиваю гайку шаровые опоры снизу головка на 24 и также откручиваю болты шаровые опоры так, болты перед тем, как откручивать гидростойкой подожму нижний рычаг гидростойку поставил немножко приподнимаю приподнимаю нет, не охотно она поднимается наверное придется ослаблять торсионы ладно, сейчас что-нибудь придумаем да, решил я ослабить торсионы сейчас покажу вот болты торсионы которые у нас натягивают я измеряю длину резьбы которая выступает резьбу я немножко почистил сейчас ее смажу с правой стороны у меня получилось резьба выступает на 55 миллиметров а с левой стороны у меня резьба выступает на 48 миллиметров короче потом точно так же и затяну сейчас забрызгиваю и ослабляю лишним этого точно как говорится не будет я заодно профилактику резьбы сделаю сначала начну ключом погоняю головкой а потом пистолетом ослаблю сразу ослабляю обе стороны сначала ВД-шкой смажу чтобы она проникала головка на 17 да идет нормально вторая сторона тоже идет теперь графиткой смажу пистолетом пистолетом пока не буду так и пойду головка ослабил торсионы видно как рычаг поднялся резьбы совсем чуть-чуть как с одной так и со второй стороны и теперь можно рычаг немножко поджимать и снимать привод откручивать болты шаровой опоры ну болты шаровой опоры можно уже сейчас прямо сразу откручить откручиваю болты шаровой опоры вернее гайки от болтов крепления шаровой опоры очень странно там болт с квадратной шляпкой специальной и пазы такие за которые держатся но прокручивается так и Продолжение следует... Продолжение следует... Я не вытащил, потому что они здесь... А, нет, вышел. Я думал, за привода не выйдет. Нет, вот второй болт не выходит с той стороны. В привод он упирается. По этому дыру теперь маленько приподнимаю. Видно, шаровая прошла. Задышала. Но снять мы ее не снимем быстрее всего. Потому что нам надо отодвигать. Привод выталкиваю, ступицу отвожу. Продолжение следует... Ну, что делать? Сзади под мост ставлю механическую стойку. Иначе просто можно автомобиль уронить с подъемника. Упер сзади стойку. И снова поднимаю. Во! Во! Ну, а теперь она пошла. А теперь она пошла. А теперь она пошла. Все, этого, в принципе, достаточно. Шаровая должна выйти. Так. Попробую, конечно, съемником. Не получится. Выбиваю. Ух, сейчас будет щелчок. Чувствую. Не пугайтесь, если щелкнет. Сам боюсь. И морщусь каждый раз. Ух, страшно. Беру молоток. Придерживаю за ключи сюда. Ух, вот так. Ух. Страшно. Вот сидит жестко. Не хочет. Не хочет. Снимаю съемник. И просто вбиваю. Я даже резьбу на съемнике потянул. Да, резьбу потянул. Печерка. 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 а по-другому никак фух Продолжение следует... Продолжение следует... Стук небольшой есть фирмы CTR. Беру новую шаровую. Шаровая опора тоже фирмы CTR. CB-MZ-43 это старый номер. CB-02-87 это новый номер. Мазать я их не буду. Берем, так и устанавливаем. Новая шаровая опора. Вставляю шаровую на место. Берем, так и устанавливаем. Продолжение следует... Наживляю гайку, старая гайка живая, ее и наживлю. Почему ее? Потому что там капрон уже обжатый, палец прокручиваться не будет. Здесь смазана резьба, открутится она, не открутится. Конус садится так плотно, вы видели, вышибал молотком. Теперь выравниваю шаровую, смазываю болты и вставляю их. Валкой почистил, смазал, устанавливаю на место. Валкой почистил, смазал, устанавливаю на место. Наживляю гайки и затягиваю. Болты крепления шаровой опоры затянул, гайку подкрутил, но дотягиваю ее рукой. Все, остается закрутить и затянуть гайку привода. Третья на место, смазала на место. Сейчас посмотрю момент с каким гайка затягивается. Момент затяжки гайки привода разбег большой 246 314 я ставлю 280 и затягиваю фиксирует тормозной диск 280 ньютон поставил Вот и все. Немножко гайку завальцую. На этом замену нижней шаровой опоры я закончил. Аналогичным образом меняю шаровую и способом со второй стороны и после этого закручиваю по размерам которые я посчитал болты на нижние рычаги торсионы. Пружин здесь нет, здесь подвеска работает на торсионах. Ну как вторую сторону менять я показывать не буду, а как заменю натягиваю рычаги. Со второй стороны шаровую опору я тоже заменил. Также съемником снять не получилось, сидит очень туго, пришлось дубасить молотком. На этом замену шаровых опор с обоих сторон я закончил. Также торсионы вернул на место. Правая сторона 55 мм, левая сторона была 48 мм. Точно так же и поставил. Устанавливаю на место колеса и на этом замену передних нижних шаровых опор я закончил. Всего вам доброго. Огромное спасибо вам за поддержку. Отдельная благодарность всем, кто ставит лайки. Все-таки как-никак, хоть и монетизации нет, но продвижение у нас идет по лайкам, по комментариям и по интересу, по видео. Всего вам доброго. Субтитры сделал DimaTorzok